Время 13 часов 20 минут. Мы вас приветствуем, Евгения Юрьевна и я. Добрый день. У нас сегодня сессия посвящена вопросам госпитальной эндокринологии. И начнет нашу сессию Наталья Альбертовна с докладом про тактику введения пациентов с диабетическим кетоацидозом. Наталья Альбертовна. Спасибо большое, Евгения Юрьевна. Итак, актуальность, я думаю, у всех у нас не вызывает сомнений, потому что действительно наши пациенты испытывают острое осложнение сахарного диабета. И, соответственно, острое осложнение сахарного диабета не редкость нашей с вами клинической практики до сегодняшнего дня. Не работает указка никак. Почему-то. Сейчас, одну секунду, попробуем еще разочек. Так, и, соответственно, острое осложнение, по-другому мы называем это неотложная диабетология, включает в себя несколько состояний, которые действительно требуют немедленной госпитализации. И в ходе нашей сегодняшней сессии госпитальной эндокринологии вот в первом своем докладе хотела бы остановиться на диабетическом кетоацидозе, потому что очень часто это, конечно, приводит к достаточно быстрому развитию и необративных осложнений, и развитию непосредственно комы. И вот посмотрите роль ком-структуры смертности от сахарного диабета, она до сих пор актуальна. Да, конечно, отрадно видеть, что проценты уменьшаются. Но это данные мировые. Чуть попозже я покажу данные нашего московского регистра, которыми со мной поделился Николай Александрович Демидов. Я им очень за это благодарна, потому что действительно, ну, в общем-то, вы видите, что это практика, которая, кто из нас работает в госпиталях, в стационарах, в отделениях, не редкость для нас консультировать орит, не редкость для нас принимать пациента с диабетическим кетоацидозом. И здесь очень важно разобраться, все-таки это уровень диабетического кетоза или это уже ацидоз метаболический, который требует немедленной коррекции. Посмотрите распространенность в Российской Федерации. И вот всегда очень грустно показывать эту статистику, потому что смертность в Российской Федерации от кетоацидотической комы, да, вы видите, выше, чем эта смертность составляет и в европейских, как бы, да, данных, статистических отчетах и данных Северной Америки. И поэтому, конечно, вот посмотрите, Москва, пациенты с сахарным диабетом первого типа, это именно так, а горта, которая наиболее, да, уязвима в отношении развития диабетического кетоацидоза. И вот вы видите динамика, начиная с 2013 года, структура кома, это темно-синий цвет, и вы видите, в 2013 году это было 5,3%, ну а, соответственно, уже в 2018 году зарегистрировано в разы меньше, почти в 5 раз меньше, это 1,4%. И, в общем-то, это отражает хорошую работу Московской эндокринологической службы, московских стационаров, потому что, действительно, наша с вами задача не допустить серьезного метаболического кетоацидоза, не допустить развития комы. Основные причины диабетического кетоацидоза, их много, но, в общем-то, каждый из присутствующих здесь специалистов прекрасно понимает, что основных здесь все-таки две. Это либо манифест сахарного диабета, который, в общем-то, был нераспознан вовремя и привел, в общем-то, к дебюту с начала заболевания диабетического кетоацидоза. И это инфекции, инфекции, которые, в общем-то, являются сопутствующими, ассоциированными с сахарным диабетом состояниями, которые также очень часто приводят к развитию диабетического кетоацидоза. Есть и другие причины, но они уже, в общем-то, встречаются чуть реже, и поэтому, конечно, каждый специалист на этапе знакомства с таким пациентом должен обращать на это внимание. Патогенез сахарного диабета, да, в общем-то, исходит, и патогенез кетоацидоза заложен в том типе сахарного диабета, который мы имеем. Еще раз подчеркну, что это удел сахарного диабета в основном первого типа. Сахарного диабета второго типа тоже, конечно, могут иметь диабетический кетоацидоз, но гораздо реже. И я все-таки склонна думать, что это чаще всего пропущенный вариант лады диабета, у которых тоже, да, вот инсулинопенический, инсулино-дефицитный вариант течения заболевания. Потому что, все-таки, патогенез кетоацидоза, вы видите, это абсолютный дефицит инсулина. Это нарушение всех видов обмена, это нарушение утилизации глюкозы, это распад белка, это, конечно же, липолиз. И вот здесь у нас идет по нескольким путям, да, вот, собственно, тяжесть состояния определяется, и нарастающая гипергликемия, которая приводит к потере жидкости и электролитным нарушениям. И, конечно, это липолиз, который, в общем-то, да, приводит к тому, что повышается, значимо повышается кето-генез. И дальше мы видим у наших пациентов достоверно повышенную кетономию, кетонурию нам привычно, да, но, в общем-то, для нас принципиально более значимо. Именно кетономия, потому что наша задача определять не только ацета, ацетат, которые могут, да, как бы быть определены в полосках, тест-полосках на мочу, а именно бета-гидроксибудират, которые, в общем-то, возможны определения именно в крови. И вот эти моменты клинические, мы на них обязательно остановимся, важны для любого специалиста, потому что, еще раз подчеркну, наша задача вовремя и своевременно правильно поставить диагноз. Какие существуют диагностические критерии? Вот видите, ДКА, да, то есть такая аббревиатура англоязычная, вот вы видите, собственно, основные критерии, которые есть в Великобритании и Северной Америке. Уровень Д, да, это уровень глюкозы. И, видите, я всегда подчеркиваю, что для диабетического кетоацидоза гликемия может быть невысокая, это не такой специфический критерий. Она может быть выше 11, она может быть 13 выше, она может быть какой угодно, она не определяет тяжесть. А вот тяжесть определяет эта категория А, это подтвержденный ацидоз. Это подтвержденный ацидоз. И если вот, в общем-то, юкеевские рекомендации Великобритании, они дают нам, да, что уже ацидоз, это все, что с PH меньше 7,3, то американские рекомендации, так же, как и наши российские алгоритмы, рекомендуют нам разделить диабетический кетоацидоз на три категории, на легкий, средний и тяжелый. И вот здесь вы видите, соответственно, уровни для легкого это 7,25, 7,3, для умеренного это 7,0, 7,24, и для тяжелого кетоацидоза эта цифра, естественно, вы видите, менее 7. И это, конечно, момент очень-очень важный. Дальше К, это кетоны, ну, понятно, что для диабетического кетоацидоза кетоны будут положительные. И вот здесь вы видите, в моче, в моче, да, для нашей страны, я думаю, практически везде у нас исключительно мы определяем моче, и только в некоторых лабораториях появляется сейчас современная возможность смотреть кетоны еще в крови. Еще раз подчеркиваю, это более диагностически достоверно важно. Российские рекомендации, вы видите, соответственно, у нас гликемия, это 13 и выше. Кетоны, если мы вдруг смотрим их крови, то, в общем-то, все, что выше 5, это тоже уже такая специфическая, собственно, да, специфический знак, который говорит нам о том, что здесь необходимо обязательно смотреть КСС у этого пациента. И вы видите, PH артериальной крови, так же, как и североамериканские гайды, дают нам разделение на легкий, средний и тяжелый кетоацидоз. По уровню PH, то есть еще раз обозначу, что PH меньше 7,3, это легкий кетоацидоз, 7,25-7,3 умеренный, и все, что ниже 7,0, это, соответственно, тяжелый кетоацидоз, который действительно может привести и к летальному исходу. Есть еще и другие параметры, которые в стационарах мы смотрим, это бикарбонат, сыворотки, а неонная разница, вот, и, соответственно, это то, что действительно сегодня современные анализаторы, которые установлены варить, позволяют посмотреть и оценить по совокупности у наших пациентов. Гипергликемия, кетоацидоз, да, и кетос, посмотрите, как много других состояний, вот гипергликемия, здесь может быть сахарный диабет, здесь может быть никетоновая гиперосмолярная кома, здесь может быть в стационарах и варить, мы часто видим с вами еще что, стресс-индуцированную гипергликемию у пациента тяжелого, но у которого нет данных на сахарный диабет и не было до поступления с тяжелым состоянием, соответственно, сахарного диабета. Другие кетоновые состояния, тоже я об этом сегодня коснусь в своем докладе, потому что это может быть просто кетос, который на уровне приемного отделения, собственно, да, мы должны так или иначе отдифференцировать и исключить. Это может быть алкогольный кетоз, который может быть двух типов, он может быть без сопутствующего сахарного диабета и может быть на фоне имеющегося сахарного диабета. Голодный кетоз, беременные и прочие когорты, которые тоже могут иметь, соответственно, кетоз. И ацидоз, это, в общем-то, наша с вами основная задача доказать, что это диабетический кетоацидоз, да, провести дифференциальную диагностику с лактатацидозом, с другими формами ацидоза, которые тоже могут быть у пациентов, и на фоне нарушения функции почек, и на фоне отравления разными веществами. Поэтому это, конечно, такая первоначальная задача именно госпитальных эндокринологов, которые принимают пациентов из амбулатории и решают на уровне приемного покоя, куда госпитализировать этого пациента, в отделение эндокринологии или здесь есть необходимость госпитализации в урит. Важность определения кетонов, да, потому что это очень важно для клиницистов, потому что мы привыкли определять глюкозу, оценивать, да, собственно, ее уровень повышения. Но, уважаемые коллеги, надо четко понимать, почему кетоацидоз – это прямое показание госпитализации в урит. Потому что с глюкозой мы справляемся гораздо быстрее, нежели с нарушениями, которые мы видим у пациента с ацидозом. Поэтому 24 часа или 48 часов – это то время оптимальное, которое требуется пациенту, если у него уже развился ацидоз. И вот здесь я еще раз подчеркиваю, что мы на современном этапе способны определять не ацет, а ацетат, привычный нам, да, который для домашнего самоконтроля можно рекомендовать пациенту, ТС-полоски на кетоны, а в стационарах многопрофильных больниц мы способны определять бета-гидроксибутират. Есть глюкометры, они недорогие, которые могут определить и глюкозу в крови, и кетоны в крови. И, конечно, об этом не надо забывать тем из нас, кто работает в стационарах, потому что это действительно очень важный этап своевременной диагностики. Условия, которые затрудняют диагностику, их тоже немало, посмотрите, да, действительно, вы видите, вот, например, ситуации, которые приводят к повышению бикарбоната, да, вы видите траву, обезвоживание у пациента. И мы можем тоже здесь иметь ложные какие-то результаты с определением PH. Беременность или вот только что была великолепная сессия с клиническим разбором на инновационную сахароснижающую терапию, ингибиторы глюкозно-атриевого код-транспортера. И здесь мы тоже должны помнить, да, что глюкоза в этих ситуациях может быть умеренно повышена, а у пациента может быть эогликемический. Да, кетоацидоз. Значительное нарушение электролитных, да, балансов, которые могут быть и у нашего пациента, и на фоне других сопутствующих состояний, это тоже может затруднять диагностику. И вот вы видите повышение бета-гидрокси-бутерата, определение ацета-ацетата. И вот здесь уже, конечно, да, мы четко понимаем, что здесь нужно специфическое дальнейшее подтверждение диагноза, потому что здесь, скорее всего, идет речь уже о диабетическом кетоацидозе. Ситуации и заболевания, и осложнения, которые необходимо всегда, да, обязательно исключать на этапе вот первичной диагностики. Кетос при голодании, мы это уже обсуждали, и здесь, конечно, пациент не тяжелый, вы никогда не увидите нарушение КСС. То есть он может быть, соответственно, люди, которые снижают вес, которые используют сейчас очень модные кето-диеты с ограничением углеводов, но вы никогда не увидите у таких пациентов именно непосредственно ацетоза, поэтому здесь диагностика, в общем-то, достаточно проста. Не очень проста она в случае алкогольного кетоацидоза, который, я думаю, любой здесь присутствующий стационарный доктор, да, со мной не сможет не согласиться, потому что здесь надо разобраться, что это, здесь есть сопутствующий сахарный диабет или нет. Нет, если это алкогольный кетоацидоз без сопутствующего сахарного диабета, то вы не увидите высокую глюкозу, хотя у тяжелого больного она будет ненормальная, и вы увидите ее повышение, как при стресс-индуцированном, но она редко будет выше, чем 8. Ну и, конечно, постараться наладить контакт с больным и с его родственниками. Если это диабетический алкогольный кетоацидоз, то, как правило, здесь глюкоза может быть разной, вариабельной, но чаще всего, если мы говорим про настоящий алкоголизм, то человек находится в запое и не делает инсулин, и тогда чаще всего глюкоза бывает высоко. Лактатный ацидоз, который встречается реже, но который тоже очень часто он добавляется, он утяжеляет прогноз, он может быть еще дополнительно добавлен к диабетическому кетоацидозу. Здесь тоже очень важно посмотреть уровень лактата, и вот я вам показываю, что у коморбидных, например, пациентов уровень лактата выше 2,5, это уже значимое повышение, ну а классическая цифра это выше 4-5 ммол на литр, и тоже клиника специфическая, потому что и в том случае, и в том случае ацидоз. Просто у лактата ацидоза будут мышечные боли, будут боли в сердце, будет, собственно, да, какая-то связь, может быть, с физической нагрузкой, и масса других моментов, которые необходимо учитывать. Интоксикации тоже наша с вами задача, которая, в общем-то, очень важна. Когда мы говорим про дифференциальную диагностику, чаще всего, конечно, мы разбираем диабетический кетоацидоз, лактата ацидоз и гиперосмолярное гипергликемическое состояние. Про гиперосмолярное гипергликемическое состояние отдельно буду, в общем-то, да, докладывать после Евгения Юрьевны, поэтому чуть подробнее остановлюсь попозже на этом состоянии. Но одно сразу должна сказать. Если мы думаем про ГГС, то у пациентов, таких даже очень тяжелых, у них нет ацидоза. Вот это принципиальный момент, который отличает в неотложной диабетологии основных 4 состояния. То есть у нас есть ацидоз только диабетический, кетоацидоз и лактатацидоз. ГГС вы не увидите изменения, PH, PH всегда будет 7,3 либо выше. Алкогольный кетоацидоз, я уже об этом говорила, что здесь, конечно, анамнез, здесь невысокая глюкоза, хотя может быть ненормальный, потому что если тяжелый пациент, то многие пациенты реанимационные имеют вот немного повышенную глюкозу, как стресс-индуцированную. Поэтому здесь, конечно, очень важна тоже правильная первичная диагностика, есть фоновый диабет или нет. Симптоматика, которая для нас, в общем-то, она не вызывает, наверное, каких-то сюрпризов, она классическая, не буду на классических симптомах останавливаться. Но что должна вот здесь отметить? Очень важна скорость развития ацидоза, потому что вот сейчас Евгения Юрьевна будет говорить про помповую инсулинотерапию, про новые технологии, потому что это действительно важно. У нас таких больных много, но здесь очень тоже выявляется опасность. Вот развитие диабетического кетоацидоза для взрослого человека достаточно 24 часа, чтобы получить тяжелый ацидоз, потому что, да, если нет доставки инсулина. И очень часто проблемы с конюлями вот в помповую инсулинотерапию могут как раз-таки и приводить к таким последствиям. У детей это происходит еще быстрее, достаточно 12 часов. Для диабетического кетоацидоза характерно специфическое дыхание, дыхание Кусмауля. Это тоже очень важный клинический симптом, собственно, который позволяет нам проводить своевременную дифференциальную диагностику у тяжелых больных. Что еще очень важно, мы привыкли смотреть на лейкоцитоз у каждого нашего пациента. Да, мы всегда ищем инфекцию, это правильно, здорово, что мы, в общем, опасаемся, потому что гипергликемия всегда это входные ворота для разных инфекционных осложнений. Но лейкоцитоз до 15 тысяч по всем современным алгоритмам считается стрессовым. И только выше 15 тысяч мы уже можем искать инфекцию. Поэтому самый важный признак наличия инфекционного осложнения – это лихорадка, которая тоже идет, и вы видите здесь в перечне основных симптомов. Поэтому очень важно в случае диабетического кетоацидоза не ошибиться, вовремя поставить диагноз и начать лечение, потому что здесь, конечно, речь идет, это реанимация, мы всегда говорим, что уже в первые часы необходимо начать своевременное лечение. Позвольте мне, собственно, да, и продемонстрировать основные, в общем-то, алгоритмы по лечению диабетического кетоацидоза, которые существуют. Я позволю себе показать российские алгоритмы и, естественно, позволю показать себе североамериканские. Потому что очень важно, чтобы мы понимали, в чем сходство и различие подходов по ведению пациента с диабетическим кетоацидозом. Итак, североамериканские алгоритмы. Начинаем с регидратации, вы видите, 48 часов. Крайне важно вовремя начать. На этапе СМП, когда везет пациента скорая медицинская помощь в отделение, у них, да, задача номер один – начать инфузионную терапию. Это, как правило, литр обычного физраствора натрий-хлор. Дальше уже на этапе урита идет оценка степени обезвоживания. И в зависимости от уровня натрия решается, какой раствор использовать. Обычный физраствор или гипотонический. Но если мы говорим про диабетический кетоацидоз, чаще используется обычный физраствор. Первый час – это литр. Первый час. Потом начинаем уменьшать. То есть, как правило, со второго часа это 500 мл в час. И далее переходим уже на 250. Очень хорошие в этом плане сегодня есть рекомендации, потому что действительно каждый клиницист – это наша общая проблема, потому что эндокринологи всегда боятся дать достаточный объем жидкости. И, в общем-то, да, от этого тоже пациент страдает. Реанимация, наоборот, очень часто использует чрезмерную инфузионную терапию. И здесь тоже может вредить нашим коморбидным пациентам. Поэтому здорово, что в современных алгоритмах отражено, сколько мы должны вводить, да, вы видите, вот, собственно, для регидратации жидкости. Литр в первый час, и дальше в зависимости уже мы используем по уменьшению. Но в первые 12 часов мы вводим максимальное количество жидкости. В этом плане наши российские алгоритмы очень не нравятся. Посмотрите, общий объем инфузии прописан черным по белому в первые 12 часов должен быть не более 10% от фактической массы тела пациента. Не более 10% от фактической массы тела. Это в первые 12 часов, когда мы должны, да, соответственно, самую мощную по объему инфузионную терапию осуществить для наших пациентов. Ну, а, собственно, да, вы видите, что обычные коллоидные плазмозаменители возможно применять. Преимуществ кристаллоидных растворов перед обычным нашим физраствором особенно нет, и доказательная база, в общем-то, это не подтверждает. Поэтому вы можете пользоваться и кристаллоидными растворами, и обычным физиологическим раствором. Главное, чтобы была адекватная инфузионная терапия. Следующий момент, который очень важен, потому что даже если вы видите в крови у пациента нормальный уровень калия, то для клетки уже характерно все равно дефицит калия, который придет, если мы говорим о диабетическом кетоацидозе. Поэтому вот перед вами американские рекомендации, соответственно, мы вводим в зависимости от уровня. В чем отличие? Наши североамериканские коллеги, они стараются не вводить калий при достижении верхнего уровня 5, и, собственно, дальше просто мониторировать. Наши российские рекомендации, они в этом плане дают нам до 6 возможность так или иначе вводить калий у нашего пациента. Ну и вот российские рекомендации, посмотрите, мне кажется, очень селективные, и вы видите не только по уровню калия, здесь есть зависимость от уровня PH, вы видите PH, когда низкий PH, там средний. И, собственно, даже еще одна категория, что мне особенно нравится, потому что, ну, все мы работаем в разных структурах, и не всегда у всех есть возможность своевременно определения PH. Вот посмотрите, уважаемые коллеги, третий столбец – это без учета PH, да, потому что очень часто задают вопросы, а вот пока еще ничего не определили, а сколько, да, необходимо вот ввести калия. Ну, как правило, полтора-два грамма калия хлорида – это то, с чего начинают реаниматологи, а дальше уже определяется его концентрация. Отношение к бикарбонату – отдельная на самом деле тема, но сегодня все-таки сходятся эксперты и диабетологи российские, и североамериканские, что показано при тяжелом, исключительно тяжелом кетоацидозе, то есть PH со значением менее 7 или 6,9 – это показания к использованию бикарбоната. Посмотрите, как его рекомендуют вводить. Вводят 4 грамма бикарбоната очень медленно, и, посмотрите, немедленно прекратить инфузию при достижении уровня PH 7,2, потому что здесь, конечно, огромная опасность, существует развитие алкалоза. Поэтому здесь, еще раз говорю, по витальным показаниям, и эти витальные показания прописаны в алгоритмах и наших, и североамериканских, уровень PH 7 и ниже. Инсулинотерапия – то, что действительно тоже очень важно, потому что, конечно, у нас расходятся мнения, но сегодня, по крайней мере, при наличии алгоритмов мы можем как-то это все стандартизировать. На самом деле здесь очень похожие рекомендации североамериканские и российские. Первично вводится болюс, да, и вы видите, болюс – это рапит 0,1 единица на килограмм, да, соответственно, болюс, да, еще пока не инфузомат, а через час начинается внутривенная инсулинотерапия через инфузомат. И вы видите, соответственно, эти дозировки составляют 0,1 единица на килограмм в час. У американцев всегда есть привязка к фактическому весу пациента. Дальше очень важный момент, до какого уровня глюкозы, потому что, ну, инсулинотерапия продолжается, а вот здесь очень важно сменить инфузию физраствора, например, на ту же глюкозу 5%. Американские алгоритмы дают нам ограничение, что мы переходим на введение глюкозы при снижении, достижении уровня гликемии 11 и ниже. Но мы не торопимся, мы не должны добиваться с вами в первые сутки низкой глюкозы. Это очень-очень важный момент междисциплинарный, потому что наши реаниматологи очень часто уже к вечеру нам дают глюкозу 5, и это опасно, потому что во всех рекомендациях и североамериканских, и российских, и английских, и канадских, и европейских четко прописано, что нам с вами нужно избежать выраженного перепада глюкозы. И вот на сегодняшний момент этот уровень перепада определен как 4 мм в час. То есть если у нашего пациента сейчас глюкоза 20, то через час она не должна быть у вас 5 или 10. То есть вот не более чем на 4 мм в час, потому что, да, особенно когда мы используем внутривенное введение инсулина через инфузомат, это очень легко сделать, когда уже назначили адекватную терапию, антибиотикотерапию, регидрационную терапию. Глюкоза начинает снижаться, она начинает снижаться гораздо быстрее, чем, соответственно, стабилизируется КСС. Ну вот перед вами российские рекомендации, вы видите, соответственно, наши эксперты советуют не снижать глюкозу быстро, не переходить, соответственно, на введение глюкозы до уровня гликемии 14, то есть это тоже здесь есть отличие. Ну и вы видите, первый час у нас более большой болюс рекомендуется, 0,15 единиц на килограмм. Ну а дальше то же самое, 0,1 единица на килограмм фактического веса в час. Есть и просто цифры какие-то, да, которые без веса, но все-таки мне кажется, и вот наши алгоритмы это поддерживают и прописывают, что привязка именно к фактическому весу позволяет рассчитать более безопасно. И вот как раз вы видите американские гайды, которые показывают, в зависимости от того, какой вес, какая доза инсулина в час, в общем-то, рекомендована для введения. Вот эти моменты, уважаемые коллеги, они очень-очень важны, потому что очень много ошибок у наших коллег заключается в том, что к вечеру первых суток у пациента с диабетическим кетоацидозом наступает выраженное улучшение, меняются, соответственно, показатели КЩС. И многие специалисты из УРИД хотят перевести в профильное отделение. В профильном отделении уже переходят на подкожные инъекции инсулина. И через несколько часов что наступает? Опять рецидив. И вот эксперты всего мира, они нам об этом говорят, что глюкоза, плазма при адекватной терапии снизится всегда быстрее, чем стабилизируется КЩС. Поэтому если мы доказали, что у нашего пациента действительно подтвержденный метаболический, диабетический кетоацидоз, то ВРИД он должен оставаться на протяжении, ну это минимальные 24 часа, а чаще всего это 48 часов до стабилизации КЩС. И только после этого мы можем решать вопрос о его переводе уже в отделение эндокринологии на дальнейшую терапию. И здесь, конечно, первостепенная задача борьбы с диабетическим кетоацидозом заключается в обучении пациента. Понятно, что манифест заболевания очень часто может быть вот здесь как бы причиной диабетического кетоацидоза от незнания. Но все остальные случаи, как мы обучаем пациентов, которые лечим надпочечниковую недостаточность, как мы обучаем пациентов с бронхиальной астмой и прочими другими хроническими заболеваниями, здесь, конечно, это наша первостепенная задача. Потому что пациент обязан понимать, что если он не будет вводить инсулин, в течение нескольких часов у него может развиться сначала и кетоацидоз, а потом и кетоацидоз. Спасибо большое за внимание!